Ледник романтиков И еще точки притяжения на Ямале. Нефритовая долина и гора Раис. Сочетание потрясающих видов и активного отдыха. В регион приезжают и тревел-блогеры, рассказывают о путешествиях. Константин Парфенев на Ямале был три раза. Приедет и в четвертый. Маршрут уже наметил. Еще есть много мест, куда стоит поехать. Например, где овцебыки были, там кордон Морозово. Можно там остановиться в идеале на несколько дней и увидеть все-таки в беде овцебыков. Вскоре на Ямале возведут еще и современный горнолыжный комплекс. На Международном туристическом форуме в Москве эксперты отметили, что к этому строительству ямальские власти подходят очень внимательно. Учитывают инфраструктуру, транспортную доступность, готовят кадры. У курорта большие перспективы. Это пример хорошего такого комплексного подхода. Есть шанс заново не только построить сам курорт, здания, дороги, но это построить маршруты. В целом популярность внутреннего туризма в России растет, отмечают специалисты. За это лето наши туристы совершили где-то около 50 миллионов поездок по России, что дает нам основания полагать, что итоговая цифра за год составит, такая психологически важная отметка, 100 миллионов поездок. Число туристов увеличивается и на Ямале. Ежегодный прирост 7-8%. Только за минувшее лето округ принял порядка 75 тысяч гостей. Все эти гости, которые уже приезжали в этом году, в летнем сезоне знакомились с бытом коренных малочистных народов Севера, остались просто в восторге и хотят вернуться зимой. Впереди зимний сезон. Те, кто не успел увидеть Арктику летом, смогут насладиться ее снежными пейзажами. Аделя Бакирова, Андрей Жижин, Олег Кабрицкий. Время Ямала. Москва.